Субтитры сделал DimaTorzok 21 день Бросить вызов леопарду Танзания, Дар-Ас-Салам, 22 дня спустя. Мы выехали из Дар-Ас-Салама и прямиком направились в Арошу, которую я назвал бы Северной столицей. Это городок с чудесным климатом, недалеко от границы, а значит, очень богатый по сравнению с Кенией. Сюда приезжает много европейцев, не знаю почему. Наверное, потому что хоть здесь и больше влажность, но меньше комаров, чем Дар-Ас-Салам. Единственное, чего не хватает в Арушу, так это море. Мы выехали в Арушу, провели ночь в гостинице, а потом сели на самолет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы пролетаем над Северной Танзанией. Над нами простирается длинная пустынная равнина, на которой то тут, то там неожиданно возникают скалистые массивы. Здесь на многие километры нет практически ни души. Мы направляемся на восток, в место, располагающееся между озером Татганьюйка и национальным парком Катави. Сюда сложно добраться, дорог мало. После Сумбаланги, последнего города в 300 километрах отсюда, они становятся грунтовыми, испещренными ухабами и выбоинами. На этой дикой, неоскверненной территории практически нет поселений. Идеальное место для охоты, требующее истинного спортивного духа, способное удовлетворить самый привередливый вкус качествам трофеев. Западная Танзания, 12.45 Привычное чувство захлестнуло нас. Когда самолёт коснулся привычной рыхлой посадочной полосы. Абдул-Раим показывал нам фотографии нескольких разбившихся здесь при посадке самолётов, но, похоже, в таких авариях довольно легко спастись. В общем, мы приземлились живыми и здоровыми. Хотя и не тут. После трёх часов полёта мы приземляемся на узенькую полоску земли. Но, к сожалению, обнаруживаем, что нас здесь никто не ждёт. Пока выгружает багаж, мы пытаемся связаться с лагерем, где нас должен встретить Стефан Адамичус, профессиональный охотник, который будет сопровождать нас на сафари. Самолёт должен сразу же улететь. Пилот уверяет нас, что это верные координаты, и скоро за нами кто-нибудь приедет. Смотреть, как улетает единственное транспортное средство, находясь посреди саванны, не очень-то приятно. Но нам остаётся только ждать и надеяться побыстрее связаться со Стефаном. Час дня, очень жарко, неимоверно хочется пить. К счастью, дует ветер и нет влажности, ведь мы на высоте 1800 метров над уровнем моря. Немного скоротать время на луне не дикой природы нам помогла PlayStation. К тому же нам составила компанию группа американцев, прилетевших сюда ради сафари на буйволов. Мы рады, что они остались с нами, потому что, ко всему прочему, моё оружие было в машине Стефана, а следовательно, в случае встречи с не очень дружелюбными животными, я мог бы отбиваться только PlayStation и наушниками. Время идёт, начинает чувствоваться усталость. Куда вы запропастились? В пробке, что ли, застряли? Да, мы здесь, но никто не приезжал. Я тебя умоляю. То есть, вы в другом лагере? Ладно. Ладно. Будут здесь через два часа. Два часа – это минимум, за который Лэдгрузер может проехать 70 километров по такой дороге. Нас ждали на другом аэродроме. Координаты, предоставленные в аэропорту Аруши, были неверными. Нужно подождать ещё. Хотя мы уже успокоились, что не придётся ночевать в саванне, Витлэн Крузера принёс необычайное облегчение. А то даже вторая группа охотников, что была с нами, начала отчаиваться. С водителем Амари приехал Эмикки, профессиональный охотник, серп, уже несколько лет работающий со Стефаном. Он сообщил нам, что предстоит проехать 150 километров по бездорожью. До лагеря мы доберёмся только после захода солнца. Мы начинаем понимать, почему Стефана говорил о Западе, как о месте удалённом и малолюдном. Добраться сюда – это немалый труд. Пять часов. Но мы уже ближе к цели. А кто-то хотел лёгкой жизни? О, ха-ха-ха! Луафи Фоллскэмп. Лагерь у водопада Луафи. Сам он в нескольких метрах от палаток, а всю территорию лагеря, замаскированной густым кустарником и высокими деревьями, пересекает ручей. Журчание воды, пышная растительность, слабый свет, освещающий лагерь, создают таинственную волшебную атмосферу. Усталости и стресс переезда тают перед лицом умиротворения и спокойствия. Мы по-быстрому ужинаем, знакомимся с лагерем и ложимся спать. Понедельник. Западная Танзания, 8.00. 8 часов утра. Поскольку это первый день, Стефана разрешает нам поспать подольше. Ну а завтра будильник прозвонит задолго до зари. Каждый проверяет собственное оружие, кто ружье, кто съемочное оборудование. Подготовка оружия – важнейшая операция перед началом сафари, особенно после такого длительного и нелегкого путешествия. Охотник должен быть уверен в точности и надежности своего ружья. Сегодня у нас есть еще возможность расслабиться и познакомиться с группой. Вообще-то к сафари не совсем подходят эти очки со стразами. Кто-то предложил организовать соревнования по стрельбе, и мы все утро развлекались с Марко, Микки, Стефаном и его женой Соней, также опытной охотницей. И тогда мы выезжаем. Есть два варианта. Первый вариант. Если мы выезжаем на двух машинах и везем две телекамеры и все остальное, возникает проблема. Как отправить Микки или Абдулла Раима в деревню, купить овец, без которых нам не обойтись? Следовало бы сделать это заранее. Наверное, лучше будет оставить вас в лагере. То есть поедем только мы трое, Александру, Марко и я. И еще два следопыта. А там посмотрим. Все равно нам нужно в другую сторону. Надо проверить другую приманку, которую мы там когда-то оставляли. Если ее обглодали, то очень хорошо. Мы быстро выезжаем, оставляем там, там и там всего пять приманок. Омари! Три часа дня. Наконец-то мы отправляемся. Это первый выезд на сафари. Все в напряжении. Абдулла Раим, старший в лагере, рассказал нам, что в предыдущие дни он нашел многочисленные следы леопарда даже на полянке напротив лагеря. И мы жаждем убедиться в этом. Стефано предлагает перепроверить оборудование, экипировку, винтовки и боеприпасы. Начинается обычная долгая подготовка к самой охоте. В основном мы то и дело останавливаемся, чтобы полюбоваться пейзажами. Я часто бывал на севере, в Селуусе. Но эта охота, которую можно назвать горной, проходит на фоне великолепного ландшафта. Очень красиво. Мы любуемся уникальными видами, узкими долинами с обрывами, которые уже намекают на трудности, с которыми нам предстоит столкнуться. Но дело в том, что Стефано настаивало, чтобы мы приехали именно сюда, потому что здесь особые животные. В этом месте чередуются пологие склоны и бесконечные равнины, простирающиеся, насколько хватает глаза. Растительность здесь довольно-таки непостоянная. От маленьких колючих кустиков акации до массивных лесов миомба. Через час мы добрались до старой приманки для леопарда, оставленной другими охотниками. Я бы не хотел, чтобы в самом начале были допущены какие-то ошибки. Например, в первый раз здесь положили приманку, леопард пришел и съел ее, а когда положили вторую приманку, он так и не появился. Должно быть, во второй раз, оставляя кусочек мяса, они допустили какую-то ошибку. Техническая ошибка может быть, например, когда ты... Когда ты устанавливаешь приманку, парнишка из группы отходит за кустик справить нужду. Остается сильный запах, и зверь уже сюда не подойдет. И, конечно, все зависит от самого леопарда. Бывает, что какой-то таскает вещи даже из лагеря. Этот пришел, но думаю, что он был небольшим. О размере можно судить по глубине следов от когтей на стволе. Ствол хоть и жесткий, не такой уж и толстый. Мне кажется, эту приманку оставил новичок. По разным признакам. Во-первых, смотри, куда дует ветер. Ну да. Ветер в основном дует на побережье. Следовательно, он будет уносить запах туда, на открытую площадку. Вместо того, чтобы нести его в лес, где он нужен. В лучшем случае он пойдет в этом направлении, что тоже не очень хорошо. Во-вторых, с мяса не снята шкура. То есть, как только оно здесь обветрится, запаха больше не будет. Запаха больше нет, а значит, приманка бесполезна. Словно ты повесил всего 2 кило мяса. Ну да. Потом нет ни сетки, ни ящичка с внутренностями, что вообще-то важно, чтобы мясо постоянно испускало запах. И он чувствовался бы издалека, притягивая к себе. Потом здесь внизу не разбросаны кусочки мяса, но ты ведь не знаешь, какого размера придет леопард. Явно, что эта наживка оставлена не специалистом. Сто процентов. Все сделано плохо. И потом, даже ветвь здесь расположена неудобно, потому что если зверь придет и начнет есть, где ты укроешься? Если здесь, его не подстрелить. Да, потому что, вероятно, он придет вот отсюда. Если укроешься здесь, то же самое. Напротив, устроиться нельзя, потому что так ты смотришь прямо на ветвь, а значит, эта позиция не подойдет. Следовало положить приманку на ту ветку. Или туда, и тогда укрытие, спрятанное внизу за ветвями, прекрасно сыграло бы свою роль. Между прочим, здесь оно свисает. Может, подтянуть его наверх? Нет, так и должно быть. Леопард спокойно подтянет его. Это стандартное положение. Вопрос в том, что сама приманка неправильно подготовлена и размещена на дереве. Здесь напортачили во всем. Сделали кое-как. И делали немного горлона. Да. Пошли. А тем временем, Авдул-Раим направляется в ближайшую деревню, чтобы купить овцу, которая стала приманкой для леопарда. Обычно в качестве приманки используют мясо убитых животных, но охота на больших кошек требует тщательной подготовки. Леопард – животное, придерживающееся определенной территории и в высшей степени осторожное, ходит как призрак. Нам придется разложить много приманок, чтобы он привык к тому, что на его территории представляет некую аномалию, и поборол всяческие подозрения. К тому же он долгое время может оставаться без воды, а следовательно прятаться и не выходить из укрытия. В общем, ожидание может затянуться и продлиться весь 21 день сафари. Через час мы приезжаем в деревню, вызывая всеобщее любопытство. Детишки сначала осторожно осматривают машину, а потом окружают ее. Здесь машины нечастые гости. Тем более в ней находится музунку, белый человек и женщина с телекамерой. Пока мы знакомимся, Абдул начинает переговоры со старостой деревни. По традиции Суахели дело затягивается. Дело не только в цене. Обмену должна предшествовать беседа, во время которой стороны знакомятся, обменивается информация о своих семьях, и только потом начинают длительные переговоры и торги. На этот раз победа не за нами. В четыре раза дороже. Спустя час мы наконец-то можем забрать свою овцу. Проблема в том, что здесь нет дорог. Эта длиннющая дорога на самом деле вечером приведет в тот самый лагерь, откуда ты выезжал утром. Но когда ты здесь проезжаешь, ты не видишь следов. Потом, когда лес гущается, зверь намного раньше замечает тебя, чем ты его. У него зрение развито намного лучше, чем у тебя. По таким дорогам лучше всего ездить на гусеничном ходу. Заметишь больше следов? Нет, будет намного быстрее. Верно. Вдвое быстрее. И следы успеешь заметить? Точно. А так, это иголка в стогусена. Даже если здесь пройдет буйвол, ты его не увидишь. И потом от тебя будет меньше шума. Весь этот шум и дребезжание, которые мы производим, исчезнут. Здесь будешь ехать гладко, как по маслу. И увидишь раза в три больше животных. Разница довольно ощутима. А вон антилопа дукер. Где? Вон, прыгает, видишь? Подстрелим ее. Попробуем. Попробуем. Антилопа почувствовала опасность и убежала. Мы ее потеряли, но ничего не поделаешь. В этих местах погода меняется мгновенно, и вот уже надвигается гроза. Клиенты ружья внутри вместе с телекамерами. Ну, конечно. Александра снаружи. Все равно ты не поместишься. А так хотя бы ружья засунем. Или хочешь за руль? Я на рулю. Пять часов дня. Сколько она уже здесь? Три недели. Энтони, иди сюда. Толку от нее никакого. Здесь же ничего нет. Само по себе мясо пахнет, но не сильно. Вообще не чувствуется запаха. Мясо практически высохло. Через неделю оно мумифицируется. Полностью. Дадим леопарду координаты GPS. Вечер наступает очень быстро, а ночная температура в этих широтах, хоть мы и в Африке, опускается до 10-15 градусов. Первый день сафари закончен. Вторник. Западная Танзания. Шесть часов. Шесть часов утра. Очень холодно, вставать тяжело. Даже в палатке, где днем практически невозможно находиться из-за жары, воздух ледяной. Трудно поверить, что мы в Африке. Сегодня мы проедем километров 50-60. По асфальтированной автостраде. А как же? Отлично. И с кучей указателей. Мы спустимся с холма, потом проедем вон там и разместим приманку внизу. Одну неподалеку от лагеря, другую в полутора километрах. 90% он в этой зоне. Возбуждение нарастает. Нам не терпится приехать на место, и, похоже, ночью никто не спал, так как у палатки слышался шум. Может, шумел леопард. В конце концов, лагерь находится на его территории. Всего в нескольких километрах от приманки, которую мы видели вчера, и где остались признаки того, что он там был. Иди сюда, Марко. Посмотри на следы, которые он оставил в прошлый раз. Они никогда не переселяются, держатся одной территории. Обычно у них своя территория. Чтобы дойти до водопоя, леопард может пройти 30 километров. На севере, где воды мало, можно найти следы леопарда, который прошел 30 километров до водопоя, и столько же обратно. Смотри, ты видишь это? Между пальцами леопарда на лапе. Вот такое расстояние. Обрати внимание, он пытался удержаться, но соскользнул и проехал вот так. При этом он сильнее надавил на ствол, и смотри, эти следы совпадают вот с этими внизу. То, что он поскользнулся, говорит о его немалом весе, которое не дает ему удержаться на дереве. Смотри, когда он поскользнулся, он процарапал дерево чуть ли не на сантиметр в глубину. И правда. Можно сказать, что его вес довольно-таки большой. Значит, нет сомнений, что это самец и очень крупный. К тому же на этом старом дереве следы больше, чем те, которые мы видели вчера, которые были поменьше и не такие глубокие. Эти уже глубокие и широкие. И, между прочим, когти тут скошены. А значит, наша кошка уже старая. А так как когти широкие, это крупный экземпляр. То есть... То есть получается, что мы имеем дело с большим самцом. И здесь мы оставим нашу приманку? Одну положим здесь, другую где-то через километр. Я уверен, что он живет здесь. Он уже ел приманку, ведь мы нашли другие следы. А значит, с этого момента, имея две приманки неподалеку друг от друга, ждем, когда он появится и начнет есть одну из них. Затем убираем другую и приучаем его только к этому месту. Хорошо, за работу. Здесь есть открытая местность, есть густой лес. Сейчас он прячется, но здесь равнина. И, несомненно, он бродит где-то в этих местах. Здесь поблизости есть вода? Да, здесь есть вода, здесь есть все. Места обитания леопарда могут быть очень разными. От больших лугов до дождевых лесов и скалистых гор. Но главное условие – наличие воды, которая ему необходима, особенно после того, как он поест. Стефано спорит с двумя следопытами, где именно разместить вторую приманку. Мы выбрали наиболее подходящее дерево, на которое повесим ее. Исайя, наш следопыт, уточняет направление ветра при помощи талька. Теперь все готово. Вероятно, леопард где-то рядом, ведь это его территория. Здесь повсюду следы, на земле, на деревьях. Исайя, Энтони, Камионга и Рафа занимаются приманкой. Это сетка для Жаркова? Нет, это рыболовная сеть. Это для того, чтобы оставить след? Нет, для следов другое. Это вешается на дерево, в основном для того, чтобы испускать запах. Его обязательно нужно проколоть, чтобы не засохло. Внутри оно портится и капает. И когда капает, капли сильно пахнут. Ветер разносит запах очень далеко. Этот трюк изначально использовался в Соединенных Штатах при охоте на медведей. Ветер дует оттуда. Хорошо. Идет в лес, как раз туда, где он. Видишь этот подлесок? Для него он как гостиная в доме. Да. Стефано показывает Исайе, как продощить шкуру овцы, чтобы остался пахучий след. Леопард, мастер заставать добычу врасплох, может прятаться здесь, поэтому рисковать нельзя, и Микки сопровождает его со своей винтовкой. Энтони вешает приманку высоко на ветку. Прежде всего, мы не должны облегчать задачу леопарду. Он должен съесть мясо, но желательно не все за раз, ведь нам нужно, чтобы он снова вернулся. Кроме того, нельзя позволить добраться до этого мяса другим хищникам, таким как гиены или львы. Мы прикрываем мясо, чтобы его не скрывали стервятники. В конце действия вешаются кишки. Охота на леопарда началась. Теперь нам остается сидеть и ждать, когда он появится. Мы его еще не видели, но он где-то рядом. Стефано уверен в этом. Нет сомнений в том, что он нас уже заметил. Но нужно сохранять спокойствие и тщательно выбирать места для расположения приманки, изучая передвижение нашей большой кошки. Вторая приманка подготавливается точно так же, как и первая. Проблема в том, что ему не удастся наесться. Будучи таким крупным, он здесь не пройдет, а значит, ему придется есть или отсюда, или оттуда. Он устроится здесь, захватит ее лапами и будет есть. Или же ему придется залезть сюда, а это будет трудновато. Соскользнет. Ему придется изогнуться, как кошки. Он залезет туда, не волнуйся. Даже если положить приманку повыше. Да, залезет, но ему будет неудобно. Это хорошо, что ему придется потрудиться. Так у нас будет больше времени. И мы заставим его залезть повыше. Зачем они кладут эти ветки? Ветки нужны, чтобы прикрыть приманку от стерлятников. Они используют восходящие потоки, могут пролететь до источника запаха десятки километров. Объясни-ка мне одну вещь. Укрытие вы будете создавать вечером. То есть, увидев, что леопард ест приманку, ты пошлешь ребят с ветками, чтобы они устроили укрытие? Укрытие нужно начинать делать утром. Значит, на вечер нужна еще одна приманка. Нет, приманку можно оставить и эту, если он ее не доест. Ты чувствуешь, как пахнет мясо? Запах сильнее, чем у овцы. Здесь мясо более пахучее, а то просто воняло. Молодец. Расскажи-ка об этих следах. Это передняя лапа. Вот здесь он идет, не перенося весь вес на лапу, в том смысле, что не оставляет глубоких следов. Эта почва для него довольно-таки твердая. Но он пришел именно туда, где мы оставили приманку. Он пришел посмотреть, есть ли еще тут мясо. У него свой собственный GPS в голове. Возможно, он был здесь вчера или позавчера ночью, а значит, он и сейчас где-то в этом районе. Теперь-то он никуда не денется. По следам Стефана делает вывод, что речь идет о взрослом леопарде-самце, но советует нам не радоваться раньше времени, ведь такой глубокий след могла оставить и довольно-таки крупная самка. У леопардов иногда сложно отличить самцов от самок. Как же их различать? Нужно как следует рассмотреть. Как правило, у самца голова побольше, шея потолще, и они покрупнее и потяжелее. То есть это все относится к телосложению. А у него нет каких-то особых примет? Нет, помимо гениталий, которые в случае леопарда очень заметны, скажем. Если ты сможешь увидеть его сбоку, то увидишь даже яички, которые очень сильно выделяются. И, конечно, смотри, как устроен его торс. Грудь широкая, грудная клетка непропорциональна по отношению к заду. Кто это? Какое это животное пробежало? На этом отрезке дороги следопыты распознали многие следы, и здесь прошло немало животных. Стефано, в чем дело? Помет был очень мелким, и мы не понимали. Мы думали, что это буйвол, но могло показаться, что и водяной козел. Здесь нам часто встречаются буйволы, потому что они спускаются со склона и растворяются в бескрайнем лесу. В общем, надо все здесь проверить, потому что ты видишь, как из-за качества почвы трудно заметить и определить следы отдельных животных. Здесь очень много следов. Не стоит оставлять еще и свой запах. Поедем на машине. Мы находимся на холме, на обширном лугу, окруженном густой растительностью. Это идеальное место для пасущихся буйволов и антилоп. Здесь изобилие травы, а поблизости есть вода. Мы направлены в километра. Добавляем ее. Продолжение следует. Продолжение следует... ... ... Вернёмся к нашим исследованиям. У нас ещё осталось мясо на новую приманку. Нужно найти место севернее, и Стефана пытается выяснить радиус действия леопарда, чтобы разложить приманку внутри воображаемого круга. Десять часов утра. Энтони что-то заметил вдалеке. Ленд-крузер тут же остановился, и мы с большой предосторожностью выходим из машины. Следопыт ведёт за собой всю нашу компанию. Чтобы остаться незамеченными, очень важно идти по одной линии, ступая по следам впереди идущего, как можно меньше шуметь и не делать лишних движений. Следопыт отмечает путь животного. Необходимо внимательно наблюдать за ним. Малейшее замедление шага, жест руки могут указывать на то, что добыча рядом или что нам грозит опасность. Нет, это молоденькая, слишком маленькая. Да, я видел другую особь. Издалека она мне показалась крупной, и потом, когда она пробежала мимо, я заметил, что у неё начинает расти и разветвляться рога. А это явный признак самки. Значит, это крупная самка. Да, это была крупная самка, возможно, вожак стада. Остальные молодняк. Это не пойдёт. Поищем одиночку или группку самцов, так будет лучше. Если пойдём вперёд, мы их найдём. Хорошо, пошли. Это хороший трофей. Некоторые устраивают сафари на антилоп Роан, одну из которых ты видишь. Я хорошо её рассмотрел. Это была группа антилоп Роан. Некоторые из особей достигают веса в 300 килограммов. Они водятся только в этой части Танзании. Это красивые животные, внешне похожие на лошадей с длинной гривой. Их рога загибаются назад и могут достигать 70 сантиметров. Антилопы Роан очень ловкие, на них довольно сложно охотиться. Поэтому для охотников они представляют редкий и желанный трофей. Мы заметили, что перед нами метрах в 50-70 стояла антилопа Дукер, которая ошеломлённо смотрела на луг, в противоположную от нас сторону. Благодаря сильному ветру, который дул в нашу сторону, она не обратила внимания на нашу машину. Дукер, заряжай ружьё. Давай, вылезай, вылезай. Стой, тихо. Когда видишь, как профессиональный охотник или следопыт смотрит в бинокль в поисках животного, говорить шёпотом, необходимо действовать быстро, методично, взять ружьё, выйти из машины, зарядить ружьё. В данном случае, когда вышел я, тут же из машины вышел Исаия. Он в нескольких метрах от машины установил веху, что является недвусмысленным знаком, указывающим на присутствие животного в том направлении. Антилопа пряталась в чаще, метрах в 20 от нас. Она так замаскировалась, что даже, несмотря на указания Исаии, я её не видел. Даже с помощью оптики с 12-кратным увеличением. Среди ветвей угадывалось лишь какое-то пятно, похожее на клочок красной почвы. Но я понял, что, видимо, это и была антилопа. Есть. Перезаряди, а то вдруг встанет и убежит. Прекрасно. Обнаружился отличный трофей. Очень старый, с одним рогом, чуть меньше второго. Но только из-за того, что им больше пользовались. В общем, по счастливой случайности, эта антилопа оказалась именно той особью, которую искал Марко. Поздравляю того, кто её увидел. Молодец. Отлично. Это входное отверстие. Пуля здесь начала раскрываться и снесла почти весь позвоночник. Калибр для неё великоват. Великоват. Ну да, и всё же. Пуля разнесла тут всё, превратив рану в настоящее месиво. А я стрелял-то всего метров с тридцати. Да. Она отлично замаскировалась. Ужин нам обеспечен. А если ещё и макароны принесут? Горячие. Мы подстрелили маленькую антилопу, которая, как мне сказали, является очень хорошим трофеем. Это мой первый дукер. Взрослый самец. Здесь, на западе, это значительный трофей. Такой дукер – желанная добыча. Разве нет? Нет, это довольно обычное животное. Встречается почти во всей Африке. Хотя сам по себе вид довольно разнообразный. В нём есть семь основных подвидов и несколько подгрупп. Да, подгрупп. Мясо вкусное. Великолепное. На ужин у нас сегодня шашлык из дукера. Совсем немного. Чувствуя ответственность профессионального охотника, который обеспечивает охоту охотнику-клиенту, профессионал сводит разговор к мясу, чтобы ещё больше стимулировать охотника. В конце концов мы начинаем чувствовать необходимость в охоте, и, следовательно, больше стараемся. Точно. Мы же все из города. Существует ещё одна объективная причина. Если везти мясо из города, добираясь сюда 2,5 дня, то на такой жаре оно тут же испортится. А значит, нужно найти свежее мясо. Скажем, что этот тип спортивной охоты довольно-таки сложный. В данном случае мы передвигаемся на двух машинах, потому что нас тут целая труппа и куча снаряжения. И вообще-то должна подъехать ещё одна машина с папой и с последними свистными припасами. К тому же мы собираемся разбить временные лагери для охоты на льва, бойвола и слона в национальном парке Катави, где нам предстоит потратить энергию, средства и приложить немалые усилия. В сафари случается не каждый день. Нет. В том числе и потому, что мы проезжаем по обширной территории. О какой примерно территории идёт речь? Учитывая, что зона охоты должна быть примерно 160 километров на как минимум 60, это составляет миллион гектаров, но мы ещё её не всю обследовали. Помимо прочего, здесь очень красиво и, как мы видели, немноголюдно. Здесь жуткие дороги и высота 1800 метров над уровнем моря. Единственное, что приятно, здесь довольно свежо. Да, температура превосходная, учитывая, что сейчас октябрь. О, да. В Селусе было бы уже довольно-таки жарко. Здесь же климат просто превосходный. Ну да. К тому же, здесь мы менее заметны, чем в Селусе. Да, чем в Селусе. Осторожно, ветка. Но здесь встречаются некоторые экземпляры, которых в других местах увидеть невозможно. В том числе, антилопы Роан, Зебу. И, конечно же, наш друг, то ли Джани, то ли Джованни. Джованни. Джованни, леопард, бродящий вокруг лагеря, которого мы пытаемся пригласить на ужин. Будем надеяться. Будем надеяться. Как говорил Ганнибал Лектор, сегодня у меня к ужину будет друг. Если можно кого-то подстрелить, мы подстрелим. Ничего подходящего. Увы, господа. Вот так муравейник они себе отгрохали. Молодцы. И сколько здесь миллионов? Миллиарды, я бы сказал. Здорово. Прямо-таки жилые кварталы. Да. Одиннадцать тридцать. Мы находим третью приманку. И снова оставленные следы наводят на мысль о взрослом самце. Я постоянно замечаю такие приманки, когда езжу здесь на велосипеде. Смотри, что он там сделал. Обглодал все мясо. А ты глянь на толщину. Один, два, а теперь с той стороны. А это значит, он крупный. Ее оставляли здесь два раза подряд, и оба раза он все съедал. Он здесь. Далековато от лагеря. Ради красавца леопарда можно и до Китая дойти. На меня капля упала. На меня тоже. Наверное, вон из той тучи. Поедем быстрее. Она пойдет за нами. Смотри, Руан и Докер живут в полном согласии. Час тридцать пополудни. К счастью, нам удалось избежать грозы. Мы продолжаем прочувствовать лес, двигаясь на север. Кожа плюющейся кобры. Не маленькая. Да, она вовсе не маленькая. Она очень опасна. Бог мой, какая длинная, просто огромная. Сколько раз ты встречался со змеями? Очень много, но в основном они уползают задолго до того, как ты появишься. Змея представляет опасность на сырой почве и в высокой траве. Мы углубляемся в густые заросли. Энтони, прекрасно знающий территорию, указывает нам еще на одну старую приманку в сотни метров от дороги. Мы выходим из машины и идем к ней пешком. Приманка не тронута. Она совершенно высохла. Это представляет для нас проблему. Низкая температура замедляет процесс разложения мяса, которое, высыхая, не спускает больше запаха. А следовательно, большой кошке становится очень трудно найти приманку. На обратном пути следопыты обнаруживают экскременты еще одной лошадины антилопы с длинными рогами, которые могут достигать 40-60 сантиметров. Эта антилопа обладает характерной окраской. Взрослый самец целиком черный, а спереди белый с черной полосой. Довольно свежая. Антилопа была здесь пару часов назад. И, кстати, это тоже территориальные животные. Мы решаем не преследовать эту антилопу, так как нам не удалось идентифицировать ее следы, и мы не знаем, пригодна ли эта особь для охоты. Не имеет смысла терять время. Эксперименты свежие, но антилопа могла убежать уже на несколько километров. 15.30. Мы готовим очередную приманку. Посмотри-ка сюда, это свежий след. А вон тот прошлогодний. Этот свежий след оставлен совсем недавно. А это значит, что он постоянно приходит сюда. Идеальное место для приманки. Здесь просторная равнина с источником воды в центре, окруженная густыми зарослями. Следопыты отмечают следы многих животных, в основном бойволов и антилоп. А значит, у леопарда здесь достаточно пищи, воды и возможность спрятаться в лесной чаще, где он может поджидать свою добычу. Глубокие царапины на коре дерева и расстояние между когтями – недвусмысленный знак того, что речь идет о довольно крупном взрослом экземпляре. Но тот ли это леопард, чьи следы мы видели у других приманок? Или это вторая кошка? Судя по последним двум приманкам, Стефана склонен верить, что это то же самое животное. Два взрослых самца, они смогут ужиться на одной территории, это привело бы к постоянной вражде. Теперь, когда мы знаем, что леопард близко, нам остается только ждать. Это самка. А это самец. Он сожрал весь окорок и даже обгладал костик. Крупный самец. Глянь-ка там внизу. Что там такое? В следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok